Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Hobby Home Electronics. В сегодняшнем видео я продемонстрирую вам модификацию 10-полосного анализатора спектра с использованием RGB светодиодов. Для того, чтобы стало возможным подключение более мощной нагрузки, такой как RGB светодиодные ленты или соединение нескольких RGB светодиодов, в принципиальную схему анализатора спектра были внесены изменения, связанные с транзисторными ключами. На схеме видно, что эмиттер каждого транзистора BC557 подключается к плюсовому выводу внешнего RGB широтно-импульсного модулятора, а коллектор подключается к плюсовому контакту RGB светодиода. Каждый отдельный коллектор из сборки транзисторного ключа BC337 подключается к каждому отдельному минусовому контакту RGB светодиода, а эмиттер подключается к каждому отдельному минусовому выводу внешнего RGB модулятора. Исходя из принципиальной схемы, получилась двухсторонняя печатная плата управления. Вместо обычной RGB светодиодной ленты в данном проекте для создания матрицы будут применяться 5-миллиметровые RGB светодиоды. Для этого была спроектирована маленькая печатная плата. В качестве внешнего широтно-импульсного модулятора будет использоваться простой RGB контроллер. На самом устройстве располагаются три кнопки, с помощью которых можно изменять свет, скорость и яркость свечения, а также имеется функция памяти последнего режима после выключения питания. Для создания 3D-визуализации чертежей корпуса анализатора спектра применялась программа Компас 3D. Все файлы чертежей были сконвертированы в формате DXF и переданы компании, занимающиеся раскроем листового пластика. Далее приступим к монтажу радиодеталей на печатной плате управления. Далее приступим к монтажу радиодеталей на печатной плате управления. Из всех радиодеталей переходим к программированию микроконтроллера. Соединяем между собой программатор и микроконтроллер через ASP кабель, а программатор подключаем к OSB порту компьютера. В этот раз программирование микроконтроллера от Mega 8 будет осуществляться в программе AverDude. В открывшемся окне программы во вкладке «Чипы» списка микроконтроллеров выбираем от Mega 8. Во вкладке «Настройки программатора» выбираем из TK500 виртуальный Компорт 3. После чего переходим во вкладку «Предохранители» и выставляем все галочки так, как показано в видео. Выставленные предохранители записываем в память микроконтроллера. Далее открываем вкладку «Программирование» и выбираем сохраненный на компьютере HEX файл, который также записываем в память микроконтроллера. Приступим к монтажу радио-детали на маленьких печатных платах для светодиодной матрицы. Продолжение следует... После длительного процесса пайки и монтажа должно получиться 100 печатных плат с RGB светодиодами и токоограничивающими резисторами. Для соединения светодиодов между собой будем использовать четырехжильный цветной провод. Перед пайкой нужно снять всю лишнюю изоляцию и залудить провода. Перед пайкой нужно снять всю ночь. Далее переходим к установке 20-мм пластмассовых стоек на внутренние вертикальные и горизонтальные лицевые ребра для дополнительной жесткости корпуса анализатора спектра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова После сборки ребер получается рамка со 100 индивидуальными ячейками для светодиодов. Приступим к монтажу светодиодов на средней панели корпуса. Каждый светодиод вставляется в 5-миллиметровое отверстие на панели. Для большей надежности удержания светодиодов будем использовать быстросохнущий клей. На каждом отдельном горизонтальном уровне матрицы все плюсовые контакты светодиодов соединяются между собой белым проводом в одну строку. От первого светодиода каждого столбца припаиваемый RGB провод для дальнейшего соединения с печатной платой управления. Далее подготавливаем провода для дальнейшего соединения внешних кнопок и переключателей. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы избежать короткого замыкания, каждый отдельный провод изолируем термоусадочной трубкой. Тот же процесс повторяем с аудиоразъемом и входом питания. Субтитры создавал DimaTorzok На плате RGB контроллера вместо кнопок мембранного типа припаиваем провода для соединения с внешними переключателями режимов. На панели управления устанавливаем все кнопки с переключателями, аудиоразъем и вход питания. Субтитры создавал DimaTorzok На задней панели корпуса устанавливаем винты M3 и латунные стойки для монтажа печатной платы управления. Субтитры создавал DimaTorzok На каждой стороне задней панели в отверстия вставляем винты M4, после чего монтируем 12 деталей, фиксируя их гайками. Все боковые детали скрепляем с уголками и задней панелью. Печатную плату соединяем с кнопками и переключателями, установленными на панели управления. Перед тем, как окончательно завершить сборку корпуса анализатора спектра, на переднюю панель из матового органического стекла нужно приклеить перфорированную черную пленку. Для лучшего позиционирования пленки на стекле будем использовать раствор мыльной воды. Далее переходим к финальному монтажу корпуса анализатора спектра. Вскрепляем все боковые и передние детали между собой винтами M3. М2. 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 После проделанной работы получается готовое устройство с размерами корпуса по длине и ширине 385 мм. На видео одновременно показаны 4 режима работы анализатора спектра. Работу анализатора спектра лучше всего наблюдать вживую и в затемненном помещении, так как не особо получается передать всю насыщенность света через объектив камеры. Продолжение следует... Всю необходимую информацию для этого устройства вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал в YouTube Home Electronics. Делитесь с друзьями! Дальше будет еще больше интересных видео!